Музыка Нетрудно понять, что при тех процентных ставках, которые сегодня предлагаются на рынке, кредит для подавляющего числа производственных предприятий фактически недоступен. И это огромная проблема, которую необходимо решать для экономического роста, потому что с точки зрения экономической теории, кредит – это механизм авансирования экономического роста. Хотя наши монетаристы думают, что деньги – это золотые монеты, и думают, что если денег будет меньше, то, как любой товар, которого становится меньше, они станут дороже, то есть инфляция снизится, это примитивное представление, не имеет никакого отношения к современному функции денег. Кредит – это прежде всего функция экономического роста, это механизм авансирования экономического роста, что отнюдь не значит, что нужно экономику заливать деньгами. Сразу хочу оговориться, что в программе, которую мы отставим, никаких предложений по заливанию экономики деньгами не содержится. Содержится предложение по переходу к цели ориентированной кредитной политике, в рамках которой Центральный банк должен создавать долгосрочные кредитные ресурсы для пополнения оборотных средств и для наращивания инвестиций в производственных предприятиях. Ведь ключ к экономическому росту – это подъем инвестиций. Отсутствие кредита, который недоступен для большинства отраслей производственной сферы, дополняется еще тем, что у нас серьезная технологическая отсталость, нарастающее технологическое отставание нашей экономики имеет место, низкая эффективность и производительность труда, отсюда низкая конкурентоспособность. Все это упирается в нехватку инвестиций, объем которых по-прежнему вдвое ниже, чем тот, который был в советский период. То есть объем инвестиций в экономике не позволяет даже обеспечивать простое воспроизводство, и без наращивания инвестиций никакого экономического роста быть не может. Но ключ к решению этой проблемы, опять же, связан с наращиванием кредита. В ситуации, когда Центральный банк искусственно поддерживает высокие процентные ставки и, по сути, не дает длинных денег в экономику, все рефинансирование сводится к краткосрочным операциям на неделю под высокие процентные ставки, предприятия, обрабатывающие промышленности, вынуждены сворачивать производство. Дело в том, что доля, они очень закредитованы, доля кредитов в оборотных средствах предприятий по разным оценкам достигает половины, поэтому, когда процентные ставки превышают норму рентабельности, в предприятии, собственно, два варианта действия – либо свернуть производство, либо поднять цены. Те, кто могут поднимать цены, это уже сделали, те, кто не могут, сегодня сворачивают производство. Поэтому без решения проблемы кредитования производственной сферы под нормальным для предприятия условием выход из экономической депрессии невозможен. Замечу, что все другие страны активно этим занимаются, это связано, занимаются с долгосрочным кредитом, наращивают долгосрочное кредитование экономики. Вы видите здесь, насколько вырос объем денежной базы в передовых странах мира. В совокупности ведущие страны мира увеличили после начала финансового кредита денежную базу более чем втрое. И мы связываем это с новым явлением, которое появилось за последние 10 лет, с так называемой монетарно-промышленной политикой. Дело в том, что мир переходит к новому технологическому укладу. Хотя этот уклад растет сегодня с темпом 35% в год, это комплекс нано-биоинженерных информационно-коммуникационных технологий, но слишком много устаревших производств, слишком большие риски, технологические траектории не вполне сформированы. И, как всегда, в такие периоды государство старается помочь бизнесу, в том числе наращиванием кредита. Если раньше основная нагрузка ложилась на бюджетные расходы и большую роль играла гонка вооружений, там, скажем, в 70-е годы прошлого века или в 30-е, когда были тоже переходы к новым технологическим укладам, то сегодня в силу высокой задолженности стран, которые имитируют мировые валюты, задолженности государственного долга, я имею в виду. Наращивание государственных расходов является, так сказать, малореальным. И не случайно денежные власти ведущих стран мира пошли по пути так называемого количественного смягчения. То есть они дали экономике столько кредита, сколько она способна проглотить, и даже больше. При этом им удается удерживать низкий темп инфляции. И не вся, конечно, тут КПД этой политики не 100%, что мне правильно понять, но процентов 20-30 этого денежного потока доходит до инновационных технологий, позволяет их поднимать. И хотя мы с американцами одновременно начинали работать со светодиодами, они производят сегодня 7 миллиардов, а мы производим там 7 тысяч. Хотя могли бы вполне занять их нишу. Это все следствие того, что для инновационных проектов нет денег. Потому что в стране отсутствует финансовая политика поддержки экономического роста.